У российских войск нет достаточного количества живой силы и техники, чтобы продолжать интенсивное наступление. А текущие наступательные операции на востоке Украины, вероятно, достигнут кульминации в течение ближайших месяцев, если не недель. Об этом говорится в отчете Института изучения войны. Украинские войска ведут эффективную оборону в глубине линии фронта, нанося значительные потери захватчикам, медленно сдавая позиции, но не давая российским оккупантам достичь быстрых успехов на поле боя. Украинские защитники сталкиваются с серьезными оперативными вызовами и ограничениями, которые предоставляют российским войскам возможности для достижения тактически значимых успехов. Россияне стараются еще сохранять остатки своих наступательных возможностей. Остатки, говорю, опять же из того, что мы видим динамику этих наступательных действий. И мы видим, что российские оккупационные войска выдыхаются. Мы видим, что наши удары по их базам вооружения, боеприпасам, боеприпасы все-таки приводят к результату, к тому, что они вынуждены экономить в боеприпасах. Но вместе с тем они стараются еще компенсировать живой силой. Тем временем на фронте в районе Работина, Малых Щербаков и Каменского на Ореховском направлении армия РФ пыталась продвинуться, но получила жесткий отпор от украинских бойцов. На Покровском направлении в районах Николаевки и Лисовки идут ожесточенные бои. Авиация противника также применила авиабомбы вблизи Покровска и Селидова. Сложная ситуация наблюдается на Кураховском направлении. Захватчики пытались продвинуться вблизи Цукурина, Георгиевки, Антоновки и в направлении Константиновки. Все то, что им кажется неисчерпаемым, оно в конце концов закончится так же, как и закончится живая сила. И тогда им нужно будет что-то делать, и это что-то будет означать, что они вынуждены будут бежать из территории Украины. Поэтому, конечно же, наше задание сейчас по возможности максимально сохранять жизнь наших солдат с тем, чтобы для оккупанта, для противника каждый метр отдавался с максимально большей кровью, с максимально большими потерями. Ну, что в конце концов и делает украинские силы обороны. Российские оккупанты обустроили новую базу с большим складом снарядов в районе временно оккупированного Мариуполя. Она расположена менее чем в 100 метрах от жилого квартала. Об этом сообщил советник городского головы Петр Андрющенко. Также там разместили ремонтную базу и транзитную стоянку. По словам Андрющенко, после взрывов в Мелекино и Глубоком, россияне были вынуждены свести все в одно место. Тем временем диверсионно-разведывательную группу российских оккупантов на багах уничтожили бойцы Нацгвардии Украины на Покровском направлении. Аэроразведчики 11-й бригады имени Михаила Грушевского Южного оперативно-территориального объединения точным ударом дрона «Камикадзе» сначала уничтожили транспорт противника, а затем ликвидировали личный состав. Также украинские бойцы разрушили понтонную переправу на Луганском направлении. Россияне использовали ее для поставки подкрепления и боеприпасов. Результатами работы поделились операторы 412-го отдельного батальона беспилотных систем «Немезис». За минувшие сутки силы обороны Украины ликвидировали 1230 российских солдат. Всего с начала полномасштабного вторжения РФ потери российской армии превысили 657 тысяч. Также украинские военные уничтожили за сутки 15 российских танков, 31 боевую бронированную машину, 59 артиллерийских систем. Кроме того, силы обороны Украины сбили 101 БПЛА оперативно-тактического уровня, а также поразили 73 единицы автомобильной, спецтехники и цистерн с топливом.